Здравствуйте, дорогие мамули и детки! Меня зовут Татьяна Сосновская, я психолог. И сегодня мы с вами поговорим о такой теме, зачем нужны папы. К сожалению, папы у нас сейчас исчезающий вид. По статистике, 50% семей разводятся. И в школе не половина, но меньшая половина, наверное, но уже ближе к половине детей воспитываются без пап. К сожалению, папы, если он и есть в семье, то часто папа не принимает участие в воспитании. Он как будто бы есть, но его как будто бы нет. И это, к сожалению, такая тенденция, когда папа не знает, что ему делать в семье, когда мамы захватывают власть в семье. И видео про пап, но видео для мам, чтобы мамы помогали папам занимать более активное положение в семье. Ну или если вам понравится, то покажите это видео своим мужьям. Ну и так, зачем же нужен папа? Вообще, кто такой папа в семье? Ну, во-первых, фамилия ребенка передается по папе. То есть, если у нас папа Иванов, а мама Петрова, то ребенок у нас будет Иванов. То есть, это прям вот передача из поколения в поколение. Это уже говорит о том, что папа имеет огромное значение в семье. И если мама дает ребенку любовь, то папа считается традиционно, что папа ребенка воспитывает. Папа дает ему закон, папа дает правила семьи. У папы требовательная любовь. У мамы безусловная. Мама любит ребенка любым, каким бы он ни был. Для папы ребенок готов совершать какие-то достижения, готов стать кем-то. И это помогает ему добиваться в жизни больших успехов, больших целей. Если говорить по возрасту, например, мы смотрим, что в Западной Европе декретный отпуск дают и мамам, и папам. И у нас уже папы уходят в декрет, когда если мама там, например, работает или мамы нет. Это нормально. Но по большей части, наверное, до года мама нужна больше ребенку, чем папа. Потому что до года никакое воспитание ребенку не нужно. Что он хочет, то и хорошо. Потому что ему нужна только любовь, только безопасность, только привязанность. Воспитывать ребенка до года смысла не имеет. После года уже появляются какие-то правила. И вот тогда уже роль папы, чем старше ребенок, тем важнее для него отец. Тем важнее для него правила, которые папа устанавливает. И тот пример или образец, который папа дает. Ту внутреннюю силу, которую он может подчеркнуть от папы. Та опора, которая появляется у него внутри. Это все от папы. Папа помогает и устанавливать границы, и устанавливать порядки. Если дети маму не слушаются, маме достаточно сказать, я папе скажу. И все становится прекрасно. И не только потому, что у папы ремень. Нет. Именно уважение и авторитет отца дают такой вот магический эффект. А детей, кстати, бить нельзя. Мы знаем это. Позволюсь, я не согласился. Бить нельзя. Но по-отечески немножко дать легкий подшлепок, мне кажется, это иногда. Это в каком возрасте легкий подшлепок? Ну, не знаю, в 4 года, допустим, там, в 8 лет. Но бывает уже в 15 лет. А что делать? Ну, в 15 лет легкий подшлепок, не думаю, что поможет. Легкий подшлепок, это же мера, скажем, не физического насилия, а мера, которая показывает, что ребенок неправ, чтобы он обратил на это особое внимание. Тут самое главное, на самом деле, какие отношения между папой и ребенком. Если папа в шутку говорит, ах ты, что ты тут творишь, и вот эти пацанские потасовки между папой, когда они затеивают шутливую борьбу, если у них нет преграды для того, чтобы обидеться, для того, чтобы оскорбиться, если это оскорбительно для ребенка, тогда это только отдаляет и наносит психологический вред. Если при этом никто не обижается, это не оскорбительно, это просто показывает какую-то границу, то, возможно, да, в 15 лет, я не знаю, смотря какие отношения, это очень спорно. А если там, или если там ребенок лезет в розетку и шлепнуть его по ручке, чтобы он туда не лез, это не бить ребенка, это просто остановить его от какого-то действия. Это в этом и говорю, да. Ну, это не то, что там ложись поперек лавки, я тебя буду лупить и наказывать. Нет, остановить от действия, какое-то опасного, в момент, ну, возможно, да, когда он увлечен чем-то, он может просто не услышать, да, это нормально. А бить ради наказания, ну, сейчас это уже не работает. Какая самая главная функция отца в семье? Не только деньги, хотя это тоже важно, что отец материально обеспечивает жену и детей, да, пока жена заботится о малышах, да, это одна из самых важных функций. Но психологическая функция – это обеспечение защиты и безопасности. То есть папа – это такая опора, потому что женщины – существа эмоциональные, ребенок все время требует эмоциональной поддержки. Иногда у мамы просто сил эмоциональных, не физических, а эмоциональных не хватает. И папа оказывает маме психологическую поддержку, и он является гарантом защиты и безопасности, да, из серии «Не волнуйся, Маша, я Дубровский». Да, все будет хорошо, когда женщина волнуется, когда женщина переживает, и пришел папа, все устаканил, все нормально. Если папа бьет, там, пропивает деньги, что-то там от него, там, какие-то постоянные, какие-то неожиданные неприятности, мама все время находится в тревожном состоянии, это все передается детям, и ничего хорошего от такого воспитания не получается. Или если папа незаметный, ничего, пришел домой, где-то там зашился, в компьютер залез, что ни спроси, спроси у мамы, я не знаю. Ребенок не чувствует опоры, он как бы хочет опереться и проваливается. Он не знает, на что ему опереться, потом они неуверенные в жизни получаются, такие детки. Вот, и, ну, наверное, вот каждый помнит из своего детства, когда вот приходили в детский садик и говорили, а у меня папка, там, милиционер, а у меня у папки ружье есть, а другой стоит и не знает, что сказать, потому что у него папки нет. И нечем ему похвастаться. И дети без отцов, они очень сильно завидуют детям, у которых есть отцы, потому что это вселяет в ребенка уверенность. Папа дает уверенность за жизнь, да, по жизни. Вот, и когда ребенок уже подрастает, папа становится таким старшим другом, который обучает чему-то, который дает уверенность, который поддерживает. Вот даже когда, там, дети гуляют на детской площадке, да, там, ребенок три года лезет на лестницу. Мама говорит, слезай, слезай, а ты упадешь, разобьешься, слезай, держись, будь внимателен. Папа стоит, давай, все будет нормально, давай, сынок, давай выше, я тебя поймаю, не бойся, да. То есть он дает уверенность и дает ребенку смелость рисковать, смелость пробовать новое, да, это то, что дает папа. Потому что если мама будет ему говорить, давай, лезь вперед, не волнуйся, ребенок будет бояться все равно, потому что, как это, родная мать меня толкает куда-то, да. У ребенка это вызывает чувство неуверенности. Потому что мама должна охранять, это ее функция, а папа должен подталкивать, это его функция, да. То есть это разные роли. И когда они путаются, когда папа заменяет маму, это не очень хорошо. В современном западном обществе вот идет вот такое пересечение, когда папа заменяет маму, и у нас вот эта вот гендерная идентичность, кто из нас, кто, кто из нас мужчина, кто из нас женщина, она как-то так путается. Потому что одна из ролей папы еще и принятие ребенком своего собственного пола. Когда папа ценит девочку за то, что она девочка, а не за то, что она как мужик, да, а мальчика за то, что он мальчик. Даже несмотря на то, что он может быть нежный мальчик, он может там рисовать, играть на скрипке, он тоже мальчик, да. То есть папа помогает ребенку принять собственный пол. Иногда, кстати, к сожалению, с этим большие проблемы могут быть, когда папа хотел мальчика, родилась девочка, и он воспитывает ее как пацана. Или родился мальчик, но по мнению папы он какой-то недостаточно мужественный, что ты как баба, что ты соплер спустил, да. И когда он маленький, и к нему уже предъявляются вот эти требования, будь как мужик, да, у него еще больше вот эти мужские качества, они затормаживаются, потому что нужно время для того, чтобы созрел плод, да, нужно время для того, чтобы это все созрело. И там воспитывать в мужчине нежность, это тоже нормально, да, нам нужны разные мужчины, и не надо их переделывать одного в другого. Вот. И для девочки очень важно, чтобы папа говорил, что она красивая, что он ее любит. Конечно, ты когда вырастешь, будешь красивая, как мама, да, чтобы он подчеркивал, что она именно девочка. И папа показывает, для девочки является образцом мужчины, да, то есть она будет выбирать своего мужа, либо похожего на папу, либо кардинально не похожего на папу, если папа был не очень, да, и часто получается, что она хочет выбрать не такого, как папа, а потом в результате все равно выбирает такого, как папа, бессознательно, потому что она другого варианта просто не знает. Какая бы ни была девочка, если вот нас папы смотрят, вы обязательно должны ей говорить, что ты у меня красивая, да, вы должны обязательно восхищаться, и не только ее умом, да, то есть умные девочки, это тоже хорошо, но девочка всегда должна ощущать, ощущать, что она женственная, что она красивая, что она папе нравится, то есть она будет потом нравиться мужчинам, да, это раскроет ее как женщину в дальнейшем. И вы должны и брать ее на ручки, и обнимать, и гладить по головке, да, и дарить подарки, ну, то есть поддерживать ее, вот эту женственность. А для мальчика там, ну, другая история, для мальчика это образец, да, и у папы мальчик учится мужскому поведению, отношению к женщине, то есть он смотрит, как папа относится к маме, он уважительно относится к маме, либо он мамой командует, либо он мамой пренебрегает, да, то есть если мальчик маме хамит, то папа должен подойти и сказать, так ты почему маме хамишь? Ты видел, когда я, что я так делал когда-нибудь, да? И мальчик учится вот этому отношению с противоположным полом, учится этому именно от папы, да, то есть и папа является образцом самоидентификации, вот этого будущего самоуважения, и от папы мальчик должен чувствовать именно уважение, да, для мальчика очень важно, что меня папа уважает, это как билет в дальнейшую жизнь, да, это такое вот разрешение быть крутым, да, когда меня папа уважает, если меня папа не уважает, если меня папа унижает, мальчик будет всю жизнь стараться папе что-то доказать и будет жить не свою жизнь, а будет все время в угоду папе что-то делать, но не факт, что это будет его жизнь, потому что у папы могут быть там свои какие-то планы, да, и вот эта гордость за сына, это очень важно, ребенку чувствовать, что папа им гордится. на самом деле рассказывать про роль отца можно очень много, прям это такая обширная тема, но самое главное, что я хочу сказать, что, дорогие папы, не отстраняйтесь от воспитания детей, для детей это очень важно, вспомните своих отцов, чего вам не хватало, вот если вы вспомните и дадите это своему ребенку, да, вот это вот, когда папа подбрасывает ребенка на руках, да, когда ребенок чувствует себя лучшим в мире, когда он его подбрасывает и ловит, подбрасывает и ловит, да, вот это ощущение полета, ощущение страха, что тебя не поймают, и счастье от того, что тебя поймали, да, что у тебя в жизни всегда есть страховочная сетка, и ты в жизни в этой тогда ничего не боишься, потому что у тебя всегда тебя поймают, да, Это дает смелость расти и развиваться. Поэтому, папы, участвуйте в жизни детей, воспитывайте их, любите, любите своих мам и будьте счастливы. А если вы в разводе, кстати, если вы в разводе со своей семьей, не забывайте, что если вы в разводе со своей женой, вы не можете развести со своим ребенком. Вы все время останетесь ему папой. Поэтому помогайте своему ребенку материально, если вы не можете его воспитывать, то хотя бы помогайте ему материально. В этом отношении и у вас останется связь с ребенком, вы не потеряете свое мужское достоинство, потому что вы не жене даете деньги, а своему ребенку. И он будет вам благодарен, и вы будете чувствовать себя хорошо. А если вы можете общаться со своим ребенком, тогда продолжайте общаться, потому что он всегда останется вашим ребенком. И у меня очень много людей на консультациях приходит, которым 30 лет, которые очень обижены, что папа с мамой развелись, и папа перестал со мной общаться. Дети начинают думать, что это с ними что-то не так. Раз папа со мной не общается, значит я какой-то плохой. Потом они думают, что это папа какой-то плохой. И вот эти вот отношения незавершенные, не установленные с папой, они потом негативно влияют на всю оставшуюся жизнь. Поэтому не бросайте своих детей ни в коем случае. Вы очень нужны, вы очень важны для своих детей. Ну и для нас, женщин, конечно, тоже.